Да, всем привет, мы продолжаем брать планку 2000 на час темпа, и вот у нас уже, ребята, есть прогресс, уже 1800 практически. Так, ну, что у нас по материалу? Материальное равенство у нас лишняя пешка. Тактика, ребята. Да, от нас просят выиграть больше. Просят выиграть больше. Ну, вот сразу твои глаза ничего не бросается-то, обратил внимание. Ну, пока да. Аксплодья очень активная на D7. То есть где-то в вариантах там вообще нам мат дадут. Но она одинока. По черным полям вообще мы можем просвистеть, если мы сейчас ничего не будем делать, по черным полям просто просвистим. Ну, я просто говорю, к примеру, слон станет там на H6. Мертвый мертвый мунил и вообще партия закончится очень быстро. Так, ну, надо сказать, какие-то двойные удары, двойные угрозы. Может быть, какие-то... Ну, не пешки же здесь выигрывать. Ну, да. Смотри, какая идея есть. Ладья АФ... Ладья Б1, ладья Ф1. Что, ладья... А, ладья Б1. Ну, король H2. Ладья Ф1, хорошо. Отошли на... Отошли на... Не знаю, куда. Хоть куда отошли. В смысле, хоть куда? Отходить-то, куда входим. А, отошли на Е3. Ну, и что, чего мы добились? Ну, выиграем фигуру, просто. А, ферсер 4 и всё. Да, хорошая идея, потому что... Да, еще другой вариант. Ладья Б1, ладья Д1. Ладья Д1, ферсер 4. А почему он не будет ладья... Это быть, он ладья побьет. В смысле, ладья Б1, он закрывается. Ну, ладья. Он закрывается, ладья. Я понял, да. Вот, подъем на Д1, подъем на 4. Ну, да, 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 здесь мы в любом случае с фигурой слишком стоим. Пробуем. Я думаю, это решение. Ну, напали. Шахмар никаких нет. Вообще нет. Ну, ферсер 4. Черезем, черезем шахмар, потому что мат нам грозит. Ну, легкая задача. Мы опять потратили много времени. До 3 минуты всего. Ну, с матом какие-то идеи здесь должны ассоциироваться. Все-таки у нас батарейка. Ну, вот, из всех пунктов слабый только А6. И как бы наш слон туда так намекает тонко. Ходом F5. Я бы на это обратил внимание. Пешка на Е4. Как вариант. Или этого мало будет? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ну, вот, пешка на Е4 минимум есть. Шахмар причем. Не, а за каким шахмаром? Плотя защищает. Ну, а, да-да-да-да. Ну, просто на Е4, то есть нельзя будет бить ему. Пешка есть. Почему бы ее не побить, объясню. В чем идея? Ну, допустим, он не будет ее бить. Допустим, не будет бить лазер, там сыграет лазер Д7, например. Лазер Д7. Ну, мы на Е6 залезем же. Мы свою защитим. Наш уже тоже висит на Д5. Может, нам Ферз Д5 пойдет. А Ферз Д5, ладья Е7, там ман дадим на Ж8. Но не на Ж6. Вот, да, отличная идея. Смотри, идея ладья Е4. Как играть? Играй за черных. Так. Ну, побьет ладью, ладно. Ну, что значит, побьет ладью, побьет ладью, побьет. Ну, побьет здесь шахмар. Король Аш 8. Король Аш 8. Король Аш 8. Король Аш 8. Ничего нет, что ли? Ну, лишний пешка есть. Ну, это мало. Тут уже, думаю, должно что-то еще здесь проскочить. Ну, вот я думаю, смотри, можно же на Е5 и на Аш 5 как-то напасть. В будущем, когда-нибудь. На Б5? Ну, то есть, допустим, сперзем с Е2. Ну, да, да, я понял твою идею. То есть, допустим, взяли на Е4. Что пусть ты в идеале видишь? Вот, чтобы, ну, я понял твою идею, что, допустим, ну, побили на Е4, он отошел на Д7, и мы здесь задвигаем ладей Е2. Ой, о, ферзь Е2. Нападаем на Б5, нападаем на Аш 5. Ну, там же ферзь защищает. Ну, он отойдет на Б8, как бы. Ну, я так, как пример. Так, это такая задача, непонятно, что здесь делать. Ну, Е4 очень хочется, конечно, взять. Но вопрос, что дальше? Давай возьмем, а я просто не вижу ничего. Ну, давай возьмем. Просто я не вижу, что дальше делать. Ну, вот он взял. Стоп, что мешает взять и дать ШАГ же 6? Ничего нет. Да, если возьмет слоном, то... Смотри, мы... Ферзь Е4. Дело в том... А, да, ферзь Е4. Все правильно, нужно бить. Да. Да, ферзь Е4, королёж 8. А, даже так? Так. Ну, что здесь должно подскочить? Ну, слона хочется вот сюда поставить, на самом деле. Да, чтобы ладья же 7 поднял. Ну, слон Ф6? Слон Ф6, ладья зевается. Да. Делаем. Так, что это? Ну, ладья же 7. Или сначала побить ферзя? А, нет. Если мы сначала убьем ферзя, то у нас слон на Д4 зависает. Наш слон будет подвоем. И берем ладья на Е7. Да. Ищи абсолютно все. Больше он что нет? Все. Мы ведь ладья 80... А, ну, ничего там нет. Ну, такой длинный вариант. Задача, основной делю. Вид, длинный размерный вариант. Получился. Все это нужно было увидеть. Это с самого начала. Ну, как-то белую накатили, но вот ферзь... Вот, может быть, ферзя поймать? Вот так вот. Ну, ферзь H3 или H4. А, ферзь H4. Ну, вот, как-то, знаешь, смущает меня положение этого парня. Так. Что нам мешает, например, слона взять? Если возьмем слона, то мы... А, на C3. Да, да, да. Просто мы еще на G6 можем взять. Ну, вот... Нужно сделать выбор. На G6 там... На G6 он никуда не уйдет, понимаешь? Да. Он же мертвый. То есть, вот можно вот так взять. С другой стороны, он может на H5 уйти. То есть, ферзь H3 там какой-то... Нет, он будет шаховать до посинения. Ферзем? Не, а что, сжигать до посинения? У него один шаг. Ферзь H3, ферзь H2. Все, закончено. Взяли на E3. А, на E3 еще. И мы там не убегаем никуда, да? Да, но... Но похоже, что у нас все равно на одного слона больше остается. То есть, у нас слон на C4 останется в итоге. Живой. Живой, да. Ну, попробуем. Но Bc надо играть. C? Да. Какой-то слон вкусней? Сейчас. Ну, тот, знаешь, тот просто сделать ничего не может. Если сейчас, допустим, мы этого возьмем, тот станет куда-нибудь, к примеру. Ну, вот на E5. И все. По идее. И вообще матом будет грозить в ферзь H3. Слышишь, Артем? Я слушаю тебя. То есть, смотри, возьмем сейчас на G6, в ферзь H3, ну, слон E4. Ой, слон E5. Мат вообще на H3 будет грозить. В ферзь H3, ну, ты меня понял. Ну, не мат, но неприятно будет. Не знаю, мне, я что-то все равно сомневаюсь пока. В чем именно? Ну, в том-то, что после Bc мы получим шахи. Шахи с H3, с G3. Это вечный шах или нет? Ну, пока... Мы закроемся ферзем, он возьмет на E3, мы возьмем на G6. У нас лишний. Ну, он потом кучу пешек съест. А, нет, стоп. Что значит стоп? У нас там все провисит, наш 7 же на F7. Что ты насчитал, говори? Ну, смотри, Bc. Ну. Ферзь H3. Король... Ферзь H2, например. А вот, нет, а вот тут еще нужно тонкий момент поймать. Вот, отойти на G1 или закрыться ферзем на H2? Ну, на G1 повторение. Ферзь H3. Ну. Не, может быть, нам выгоднее закрыться ферзем, когда наш король будет на G1. Ну, тогда ферзя на E3 с шахом получим. А, ферзя на E3, вот это уже, ну, тоже тонкий момент, на самом деле, согласись? Да. Давай бить. Подожди. Ну. Я просто... Думаю. У нас ферзь черных, он съест потом кучу пешек с шахом. Еще слона, может быть, прихватить на C4. Ну, что он там не прихватит? Ну, смотри. Bc. Bc. Ферзь H3. Ферзь H2. Ферзь H3. Ферзь H3. Ферзь H3. Ферзь H4. Ферзь H4, да? И слон завис. Ну, слон не слон, но сначала от мата нужно защититься, но фигура за... за три пешки, кажется. Ну, это... это будет достаточно? Или за четыре даже. Потому что останется пешки... А4, C3 и G5. Будет фигура за четыре пешки. Я думаю, это не то, что хотелось бы. Ну, и что ты предлагаешь? Ну, я пытаюсь смотреть, в чем лучше FG. Ну, такая вот... Такие вот задачи, когда Чистемп предлагает, где нужно выбрать именно... Смотри. Если FG, то... Закрывшись ферзем H2, мы сразу матом угрожаем. Ну. Поэтому он будет... Ну, так он же... ну, он не будет, допустим. А, у нас лишняя фигура же. Да. А если побьем B, C, то мы будем угрожать матом, но... В худшей редакции. То есть, то ли... Я тебя понял. Так, ну... Идея Артема в том, что после FG... FG H3, FG H2, мы принуждаем черных меняться. Потому что, если FG куда-то там отойдет, или съезд на Е3, то получит черный мат наш 7. Да. А если мы побьем на C3, то FG... FG будет шиковать и уничтожать весь наш материал. Да. Исполняем? Давай. FG H2 здесь понерлась. Да, молодец, Артем. Хорошую задачу решили. Тонкость такую отметил. Да. До последнего я удержал тебя. Не взять. Опять пять минут мы потратили на решение этой задачи. Я думаю, можно закончить выпуск. Да, конечно, закончим. Всем спасибо за внимание. Всем пока.